В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Очередной предпринимательский час прошел в администрации района 24 декабря. Глава администрации района, его заместители, представители различных ведомств и инвесторы обсудили проекты, значимые для нашего района. Обсуждение первого проекта прошло в онлайн-формате. Предприниматели планируют открыть в городе сеть кафе быстрого питания. Планируемый объем инвестиций – 12 миллионов рублей. Основной вопрос – это аренда подходящих земельных участков. Начинающий предприниматель Лилия Саляхова представила свой проект. Вместе с супругом они организовали прокат электроинструментов и садового оборудования. В планах также расширить ассортимент предоставляемых услуг и работать с соседними районами. Марат Зиязов занимается пчеловодством. Сегодня у него 50 ульев. В ближайшее время он планирует расширить свою деятельность и приобрести инвентарь для оборудования ульев. Предприниматель Сухраб Хадиев рассказал о планах своего предприятия. Общество с ограниченной ответственностью «Авангарднефтесервис» закупило современное оборудование термопласт для переработки пластика, что в дальнейшем позволит не только значительно ускорить производственный процесс в целом, увеличить производственные мощности и организовать дополнительные рабочие места. Сегодня мы участвуем в получении субсидий на компенсацию лизинговых платежей. Дело в том, что наша компания приобрела современный термопласт-автомат для переработки полимеров. И в ближайшее время в Янауле на нашем производстве мы планируем запустить полный цикл переработки полимеров методом литья под давлением. Соответственно, мы планируем изготавливать изделия для нефтегазового сектора, но по нашим расчетам оборудование будет не до конца загружено и в планах в дальнейшем расширяться в область товаров широкого потребления именно из пластиков и полимеров. Вообще мы будем перерабатывать полимеры типа полиамид-6 для литья наших изделий, именно для центраторов, для нефтегазовой области. Новый год – это особенный праздник. Каждый малыш мечтает рассказать стихотворение Деду Морозу, встать в хоровод и получить сладкий подарок. К сожалению, есть и те дети, кто в силу сложившихся обстоятельств не может этого сделать. В преддверии новогодних праздников их посетила необычная делегация – депутат Совета района Дед Мороз, Снегурочка и волонтеры. Они пожелали ребятам хорошей учебы, крепкого здоровья и удачи в Новом году. Новогодние подарки стали приятным сюрпризом для маленьких янаульцев и их родителей. В очередной раз депутаты Янаульского района совместно с волонтерами приняли участие в поздравлении детей с наступающим Новым годом. Это приятная миссия. Депутаты оказали спонсорскую помощь, были приобретены подарочные наборы, которые с удовольствием мы вручаем детям. Не только депутаты города и района принимают участие, но и сельские депутаты также участвуют в данном мероприятии. Хочется пожелать нашим детишкам крепкого-крепкого здоровья, настоящего детского счастья, чтобы в их домах царил уют, покой. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 2 миллионов 963 тысяч жителей. В Башкортостане их число 17 904 человека. В России 29 935 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 163 новых случая заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. За период с 18 по 24 декабря при проведении лабораторных исследований нами получено 127 положительных результатов на коронавирусную инфекцию. Из них 5 пациентов госпитализированы в госпитале города Нефтекамска. Два пациента получают медицинскую помощь в медицинских учреждениях города Уфы. Остальные гражданам медицинская помощь оказывается на дому. Все подразделения на Ульской ЦРБ продолжают работать в режиме повышенной готовности. За весь период с марта этого года 15 221 человек прошли лабораторные исследования на COVID. Согласно предписанию Роспотребнадзора обеспечивается медицинское наблюдение 678 контактным лицам. Внушительная такая цифра контактных лиц на сегодня, потому что с каждым днем увеличивается число больных и контактных среди школьников. И, соответственно, целыми классами школьники отправляются на самоизоляцию и на дистанционное обучение. Вот несколько советов, как защититься от коронавируса в новогодние праздники. В первую очередь следует отказаться от массовых пресс-новогодних мероприятий. Новогодние праздники лучше провести дома, в узком кругу семьи, стараясь максимально ограничить контакты между людьми. Носите маски в общественных местах и обрабатывайте руки. Соблюдая вот эти советы, мы с вами сможем встретить Новый год безопасно и при этом счастливо. Будьте здоровы! Восьмой год в нашей республике проходит конкурс «Лучший педагог дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан». В этом году участие в нем приняли 62 воспитателя. 18 декабря подвели заключительные итоги. В числе лучших и героиня нашего следующего сюжета. Я сейчас показываю. Всем видно? Первое. Я боком буду показывать. Смотрите, палка перед собой, делаем шаг, выпад. Работать инструктором по физической культуре в детском саду «Дельфин» Светлана Тимиргалеева начала в 2009 году. И вот уже 11 лет она занимается спортивной подготовкой маленьких янаульцев. По возможности занятия проходят на свежем воздухе. Они помогают развивать хорошую физическую форму ребят и закаляют их. Четвертый год вместе с ребятами Светлана активно занимается скандинавской ходьбой. Дети с удовольствием повторяют упражнения разминки. Свою работу очень люблю. Детей люблю. Любая работа требует самовложения, так скажем. Но в свою очередь я получаю от детей отдачу тоже отдачу получаю. Любовь с их стороны. Желание заниматься физической культурой. Они очень любят занятия физической культурой. И одним из приоритетных направлений работы нашего детского сада является физкультурно-оздоровительная работа. И в рамках вот этого направления у нас работаем по плану, который составлен, утвержден. Мы ввели с 2016 года такой вид оздоровления, как скандинавская ходьба. Приобрели палки, как инновационная площадка у нас эта работала. Опробировали мы ее, увидели результат работы данной площадки. И занятия скандинавской ходьбой у нас введены как основное занятие уже. Вот дети занимаются скандинавской ходьбой на улице. В конкурс участвовать, что меня сподвигло? Желание проверить свои возможности. На что я способна увидеть своих соперников. Набраться, может быть, опыта еще больше. Конкурс сам состоял из трех этапов. Первый этап был заочный. Это предполагало оценивание интернет-ресурса участника, сайта моего. Затем второй тур. Это проведение мероприятия с детьми. И также заочно это все через Zoom-платформу мы транслировали, не покидая стены нашего детского сада, так скажем. А второй тур надо было показать мероприятие мастер-класс и презентацию опыта по взаимодействию с родителями. И третий тур, он состоялся уже в Уфе. Это круглый стол с министром образования. На темы, актуальные именно по дошкольному образованию, перспективы ее развития, проблемы самого дошкольного образования. И третий уже, работа в микрогруппах, давалось задание, и по этому заданию мы должны были, то есть его должны были выполнить данные задания. С одной стороны, я скажу, что то, что вот в платформе Zoom проходило, было легко. То, что тут рядом свои стены, как говорится, помогают, да, стены свои помогают, коллектив свой родной, дети свои родные, знаешь, как с ними договариваться, знаешь, к каждому подход. С другой стороны, не видишь, как работают другие педагоги. Вот в этом вот была трудность. Новыми идеями и методиками обучения Светлана делится со своими коллегами. Совместно обсуждают возможности их реализации. Сейчас разрабатывают новый проект – ведение спиральной гимнастики в детском саду. За этот период работы показала себя очень активным, целеустремленным, интересующимся человеком. И не зря выбор кандидатуры на участие в республиканском конкурсе пал именно на нее. Весь коллектив одобрил ее кандидатуры. Знание базовой методики по физическому воспитанию, использование технологий новых, введение инновационной площадки в течение трех лет с хорошими показателями. Все-таки это, я думаю, что хороший результат работы. Естественно, готовя нашу конкурсантку на участие в республиканском конкурсе, весь коллектив принял активное участие в разработке пособий всевозможных, игр, материалов. Поэтому огромная благодарность всему коллективу. И хочется пожелать Ислане Галимьяне дальнейших творческих успехов. Все полученные знания Светлана старается использовать на практике, чтобы юным воспитанникам было интересно приходить в детский сад. Каждая победа в копилке дельфина – это не только высокая оценка труда всего коллектива, а еще и стимул с каждым днем становится лучше. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Местами до минус 10, днем минус 7, минус 12 градусов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok Только 25, 26 и 27 декабря Во всех аптеках Фармлент Скидка 21% на нелекарственный ассортимент Не пропустите! Только 3 дня 28, 29 и 30 декабря Оформи заим от 7 тысяч рублей И получи 500 рублей в подарок Ждем вас по адресу Улица Кудайбертина, дом 3 Напротив магазина у Галины Информация по телефону 8-987-033-2218 Денежные займы предоставляются у НКК КВ «Деньги людям» УГРН 114-290-7400-37 Срегистрированы в реестре МФО 651-403-111-005-137 От 20 мая 2014 года С Новым годом поздравляем Всех пришельцев в этот зал Начинаем новогодний карнавал Ваш ребенок уже подготовил песню или стихотворение Для Деда Мороза Елочка поздравлений Акция, которая поможет вашему ребенку Попасть в эфир Янаульского телевидения Ждем вас по адресу Горть Янауль, улица Советская, 21 Поздравление вашего ребенка Будет звучать в эфире с 15 декабря По 10 января Также в наших соцсетях Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Вконтакте Звоните 504-02 Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте Старайтесь не ездить в полном лифте Помойте руки сразу, как пришли на работу И делайте это как можно чаще в течение дня Откажитесь от рукопожатий Хотя бы на время Соблюдайте дистанцию Держите рабочее место в чистоте Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь Проветривайте помещение Не ходите обедать группой Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место Во время перерыва Проводите рабочее совещание удаленно Договоритесь с коллегами работать в разные смены Работайте удаленно, если есть возможность Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете Будьте здоровы! Живи, я кому сказала? Итак, из-за тебя опаздываем Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут И в кого ты такой пошел? Ну купи! В классе уже у всех есть! У тебя же на прошлой неделе зарплата была Хочу новый телефон Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям Воспитывать сложно Позвонить легко Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений Требования высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков Справки по телефону 50402 Янаульскому телевидению требуется водитель Справки по телефону 50402 Янаульскому телевидению требуется главный инженер Телефоны 50402-599-95 Продолжение следует...